Ты чего не оплатили мужчина? Ты чего кипишуешь? Представь сначала герой. Оплачивай говорю. Что ты орешь на меня? Ты что орешь? Само умный что ли? Ты что орешь? Само умный говорю. А ты? Иди камеры свои смотри. Ну так вот 10 минут назад ему говорили, что он уедет. Он не верил. Вася, Петя. Можете мне документ продвинуть? Мы вас можем тогда сейчас в отдел поставить для восстановления. Серьезно? Ну попробуйте. А я посмотрю, повеселюсь. А тортские-то пробовали такие, нет? Нет, я не пробовал. Нет? Блин. Чего спросим, как они вкусно пахнут? Попробовать. Чего они как-то плохо пахнут? В этом случае вызываю администратора. Администратор знает, почему невкусно пахнет? Или как? Девушка, может вы знаете? Я не производитель, извините. Кошмар. Просто кошмар. Не стоит за такой товар вообще платить. Мужчина. Мужчина, вы куда? Мужчина, вы не оплатите, или оставьте товар там. Что кричишь? Я отключил. Вы не оплатите, или товар оставьте там. С чего это? Корзине. Место поставьте. Ты кто такой? В смысле, кто ты такой? Да. Администратор магазина? Представься, где Бэль, что вы? Руки убери. Ты чего не оплатили, мужчина? Ты чего кипишуешь? Я оплатил его деньги? Представься, сначала герой. Давай, товар оплатил. Представься. Оплачивай, говорю. Чего ты орешь на меня? Ты что орешь? Самоумный, что ли? Что орешь? Самоумный? Ты что орешь? Самоумный, говорю. А ты? А ты? Самоумный? Ты думаешь, ты самый умный? Или что? Ле, я сейчас дальше буду ебать на тебя. Что сделаешь? Что сделаешь? Ты что, дурак, что ли, или что? А ты? Давай, в магазин, говори обратно. Представься, где твой бейдж? А ты кто? Ты кто такой? Покупатель. Покупатель, будь добр и оплачивая товар. Представься, где бейдж твой? Че ты сделал с ним? Пока ты не представишься, я тебе ни на один вопрос отвечать не буду. Я тебе по-плохому сейчас буду отвечать. По-плохому это как? Ну? Плохому это как? По-плохому это как? Плохому это как? ты объясни. Пойдем. Почему я с тобой должен куда-то идти. Чего я снимаю что на камеру? На камеру что снимаю? Чего борзый какой? Вы вдвоем что ли? Чего борзый какой? Расскажи, что ты творишь? Чего творится-то? В химчистскую куртку хочешь платить? Эта куртка стоит больше, чем три твоих зарплаты, например. Чего ты камеру снимаешь, говорю? Чего ты снимаешь свою камеру? Руку убрал свою. Руку убрал свою. Не оплатили. Почему вы выходите из магазина? Да куда с тобой должен идти? Ты чего вообще гонишь, дядя? А с чего ты взял, что я его не оплатил? Вы не оплатили. Вот ты из чего взял, что я его не оплатил? Говорят по этой самой кассире. Не оплатил. Говорят много чего. Пойдем на камеру. Иди смотри твоя камера. Пошли. Ну иди смотри. Пошли говорю, иди смотри. говорю иди камеры свои смотри иди камеры свои смотри иди камеры свои смотри иди камеры свои смотри иди камеры смотри свою пошли ты чё творишь опа опа ты чё творишь пойдем Что творишь тут? Пошли говорю! Иди куда тебе надо! Иди куда тебе надо! А ты что творишь? А ты что творишь? Ты что творишь? Выключи камеру! Ты что творишь? Иди, проходи куда хочешь! Иди, проходи куда хочешь! Я тебе сказал! Выключи камеру! Вася, ничего не попутал? Выключи камеру! Ну все! Все земляки твои увидят, как ты борзеешь! Выключи камеру! Пошли, оплачу товар! Какой товар? Где товар? То, что испортил? Руки убрал! То, что испортил? Тебе руками трогать покупателей никто не позволял! А тебе позволяет что-то выйти из товара? Зови сюда директора магазина! Тебе позволяет выключить камеру? Директора магазина! Сюда зови! На место! Сказал! Те руки здесь распускать! Понял? Не позволено! И пачкать одежду покупателей! Все понял? А кто будет его оплачивать? Все понял! Ты будешь оплачивать! Ты будешь оплачивать! А вы кто? Директор магазина! Сотрудник! Вот это тело не представляется! Распускает руки на покупателей! А это то, что они испортили! То, что трогали своими руками в моей покупательской корзине! Нормально или не нормально? А я думаю, управляющий тогда не на своем месте! Или как? Слышь, ты думал, тебе все можно что-ли? Или что? А тебе можно все? А мне что? Что дозволено? Что дозволено? Испорти товар! Имущество магазина! А счет взял, что это имущество магазина? Слышь ты такое? Не тыкай меня! А тебе что? Должен объяснять, что это такое? Ну что такое? Объясни! Я тебе задаю еще раз свой вопрос! С чего ты взял, что это имущество магазина? Не кричи! Будешь громко самую регулировать или что? Не ори! Не ори! То есть тебе можно на повышенных тонах разговаривать, а другим нельзя что ли? Ты себя что, считаешь выше других? А ты считаешь лучше других? А? Ты вопросом на вопрос не отвечай! Я тебе вопрос задал! Тебе можно? Тебе вопрос задал с этим охреневшим лысым кренделем! Что вы? Что ты фотографируешь, что мы? А-аarians! Что ты фотографируешь что ли? А что ты против имеешь? Слышишь? А ты почему против имеешь, а? А ты чем против имеешь! ились! Ты что против имеешь, я не понял? Ты что какой борзый ты и наглый. Арpt. Расскажи! Сейчас Reece придет, я хочу честно! Ты чего, какой борзый и наглый? Я тебе повторяю свой вопрос. Ты чего орешь, что безуб beispiel? Отвечать будешь? Ты тиггаешь, что ты орешь ты? Потому что ты глухой, не отвечаешь на мой вопрос. Может быть, ты хреново слышишь. Я повторю погромче. Попутавший. Сейчас придёт, потом поговорим. Обязательно поговорим. Обязательно. Обязательно поговорим. И с тобой поговорим. И с ним поговорим. И с ней обязательно поговорим. И с её РГМ тоже обязательно поговорим. Хоть с Д 401 поговорю. Ну, я, честно говоря, вот ничего не шляпила, ничего не объяснил, просто всё отçoивали. Точно, я не поняла, только сообщаю. Вот лжедоносы делаю, вот сообщаю то, чего не видела. Просто замечательно. Логика 80-й левел. Кому? Кому? Девочки без бейджа? Без брендированной одежды, если сотрудница? Алло, подождите. Быстро дуй в подсобку, надевай брендированную одежду. Бейджик. Хотел, чтобы я камеру выключить? И жду здесь. Да, еще что сделать? Я не кричу, я тебе спокойно говорю. Ну а что ты до него докопался, реально? Я тебя спрашиваю, чего ты хочешь, чтобы я выключил? Камеру выключить. А я хочу, чтобы ты отжался 30 раз. Да, да, да. Что, будем свои желания здесь рассказывать? А что тогда снимается? Хочу и снимаю. А тебя почему это так волнует? А что выходят корзинки? Что корзинки? Неоплаченные товары. А что ты взял, что неоплаченные? Слышь, крендель? Что ты ругаешься-то? Где я ругаюсь? Ты вообще что ли того? У тебя с крышей все нормально? Где написано, что корзинки можно выйти на улицу? А где написано, что нельзя? Слышь? Ты что вообще гонишь, Вася? А? Вася, ты что гонишь? Вася ты сам. А что, ты не Вася что ли? Ты же не представился, поэтому ты для меня будешь Васей, да? Я тебе сейчас Васей сделаю. Нет, я не Вася, у меня есть имя. Вот, а ты мне не представился, поэтому ты для меня всегда, всю жизнь, сегодня, завтра, послезавтра, все оставшиеся дни. Ты для меня будешь Васей. Не Васей будешь, а Петей будешь. Петей? А может ты будешь Петей? Правильно. Что ты как самоуверен, я не понял. У нас с ментой придет, поговорим. Придут, придут. Ты на хрена матерился в общественном месте, я не пойму. А ты что матерился-то? Я не матерился, не надо. А что делал? Я с тобой, нормальный разговор, задавал тебе вопросы, на которые я не получил ответа. Нет. Ты задавал на мои вопросы какие-то свои, по моему мнению, дебильные вопросы. Нет. А вот ты в себя почему-то уверен, это очень зря дружок. Ага. Петя, ты представился, да? Петя. Да, да, да. Это самое, короче, на распределение. Короче, двое граждан совершили преступление, а именно Лысый и Борода, которые отказались представиться. Ага. Извините, посадь, пожалуйста. Нет, подожди, дружище. Ты совершил открытое хищение. Вместе вот с этим Бородатым УЕ, Дефис, плет там, судя по всему. И ты еще будешь что-то здесь базарить мне? Давай. Ты, может быть, сесть захотел вместе с ним? Я не базар. Сейчас сидеть у меня будете. Слышишь что? Да, по-моему. Слышишь что говорю? Сидеть сейчас с ним будете. Сказать. Серьезно? Может, закроешься здесь тогда для начала? Прежде чем что-то тут командовать. Ты что, какой наглый-то как он? И дерзкий, а? Расскажи мне. Претензии какие говорю? Слышь? Блестящий. Что, аргументов ноль? Человек, судя по всему, обладающий противозачаточными свойствами. Кто это такая вообще? Вообще до сих пор непонятно. Просто до четвертого десятого. Агуша у них. Нет. Стоит все эта помойка. Они конченые. До 19.11 чуть-чуть есть. До 23 апреля 2021 года. Нормально, нормально. Пойдем. Так хренеть надо. И вон они еще тут что-то выпендриваются. До 1 сентября. До 1 сентября. До 5-го, 10-го. До 1-го, 09-го. До 2-го, 09-го. Все это вообще просто. Для детей продается. Как так можно? 1-го сентября. До 2-го сентября. А есть и хорошие до 28-го февраля 2022 года. До апреля. До 5-го, 10-го. И улыбается. Как можно улыбаться в такой ситуации? Вообще не понимаю. Они что, вообще наглухо рули потеряли? До 25-го октября. До 17-го, 10-го. Тема, молочная каша. Как, ребяточки? Убирай тележечки. Криминалы. Недавно выходил на канале Дикси с улицы Амонсона. 1, корпус 1. Где мы... Я еще в начале ролика говорю, что последний раз там были. Осенью 19-го года. Вместе с каналом контролер Валек. В этом магазине мы тоже были в 19-м году. Только, наверное, в конце лета. А может, в начале осени. С контролером Вальком. Здесь нам факью показывали по завершении рейда, когда закрывали магазин через стекло предбанника, около которого начинается это видео. В Валька кидались консервами в тот раз. Напоминаю, сегодня 28-е октября. А питание просрочено до 25-го. До сентября. До 25-го. До 25-го. До 25-го. До 25-го. Имеется чек. Я просто не поняла. То, что было в корзине, это было оплачено. Они совершили грабеж. Открытое хищение. Вы мне просто ничего не объяснили. А я обязан всем каждому встречному объяснять. Нет, нет, конечно. Он подошел в жилетки сотрудника Дикси. Но я видел такие, иногда валяются на помойке. И мог любой бомж подобрать подобную жилетку за любым Дикси, подойти и докопаться до меня. До 27-го. До 27-го. Ну, как недавно, до апреля там. Там до апреля. Вот до 4-го октября. В смысле решили? Скажи, ты видела, как твои сотрудники ограбили покупателя? Да, да, да. Обязаны сообщить, донести об этом. Ты представляешь? Это управляющий срок светит. Она видела. Она узнала о совершенном преступлении. Обязана донести. Согласно действующему законодательству. Она пытается это скрыть. Сотрудникам у нас в любом случае имеются претензии. Мне вон куртку они испачкали. Мне в химчист куртку отдавать теперь. А вопрос хочет решить со своим тюфляком. А стоит здесь вам работать, если столько детского питания? Вот еще до 23-го, до 22-го сентября. Не в магазине просрочка. Сам магазин просроченный весь. Здравствуйте. Нужна участковая или следственная оперативная группа по адресу улицы Торстяково, дом 8, в магазин Дикси. Так, пойдем послушаем, что там директор вызывал. Сразу подсобочку. Вот так вот. Бойцы, куда пошли? Вызывали же. Директор же вызывали. Позвелы? Серьезно? Сержал полиции Чикмарио. Что случилось у вас? У меня здесь грабанули сотрудники. В смысле? Ограбили? Да. Был грабен уже? Да. Совершено открытое кищение. То есть, была совершена покупка продуктов питания, вот согласно этому чеку, 505 рублей. Вот эти товары. Не просроченные? Просроченные. Но, тем не менее, было оплачено. Вы их оплатили? Вот. И такой не славянской внешности с усами, с бородой, который не представился. Корзинка не оплаченная. А вот... Это оплачено. Они пытались... Ну, не пытались, а вырвали прям. Мы уже у кассира прямо отняли то, что принадлежит нам. На видео все это есть. А среди вас участковый есть? Нет, среди нас нет участкового. Среди нас есть инспектор. Сейчас он подойдет. По административке? Ну, это хорошо. Куда идти? Так, говорят, инспектор службы Есиков. Еще раз. Инспектор Есиков. Еще раз. Есиков? Да, да. Ага. Вас просроченный товар, вас ждут участковые с просроченным товаром за время в весеннем. Здесь рядышком на хвостопорном пути. А что значит ждут? Здесь место совершения раз. Здесь не только просроченный товар, здесь совершен грабеж. Хорошо. Вот меня здесь грабанули. Есть видео. Тот, который представился администратором, но в дексте нет такой должности. Ушел который? С усами, с бородой. Сейчас надо делать. Вот он матерился. 20.1. На улице, да? На улице, да. На улице, да. Они же не оплатили товары. Не оплатили. Не оплатили. Я тебе задал вопрос, с чего ты взял, что товар не оплатили? Покажи, пожалуйста. Кому? Тебе? Да. Видел? Все правильно. Вот-вот им я покажу. Если захочу тоже. Неправильно. Он же не оплатил, то он чек не может. Он сейчас за другой статью разговаривает. Неправильно. Кто ты, Вася, такой, чтобы я тебе чек показывал? Он же Петя. А он так и не сказал, Вася он или Петя. Василий Петрович, пускай, говорит. Вот так вот, 10 минут назад ему говорили, что он уедет. Он не верил. Вася, Петя. Так, это у нас УВД России по Тимирязевскому району города Москвы. Нормальный отдел оказался. Ну все, паренька загрузили. И это правильно. Вернемся к Санычу. Так, смотрите, как это будет звучать. На улице, на улице Вишневска, в доме, в магазине Дикси, да? Администратор магазина Дикси выражался свой адрес в присутствии покупателя магазина Дикси. Правильно? Ну можно добавить, что вместе вот с этим кассиром, вырывая у меня потребительскую, агрессионные товары. Что же делать? Нет, я вот про Выстрова что-то показываю. Вот этот Лысый же с ним вырывал, не вы. А вот их сейчас будут привлекать, там в товар был оплачен. Товар не оплачен был, вы заблуждаетесь. Заблуждаетесь. У Вас не было оплачен. Ну Вы как и Вы свои очкуетесь проиграть. Я не делаю. Я Вам что, с подружкой или другом, все равно это вызывает. Нет, у меня в Дикси нет друзей. Там здесь все такие помойки. Эти помойки приводят в порядок, если вы знаете. В смысле приводят в порядок у вас детское питание до 23 апреля, срок годности есть на 23 апреля. Это дата окончания срока годности. Если бы мы его украли, мы бы здесь до сих пор находились или нет? Он как, работник торгового зала, получается? Кто, усатый? Да-да-да, Кавказ. Он представился администратором, но я знаю, что в Дикси такой должности нет. Хорошо, пускай будет. Второй, который с ним участвовал, вот он стоит за кассой сейчас. Вот, если обернётесь вот справа, вот он спиной к нам стоит. Он тоже ругался над этим? Нет, он над не ругался, он помогал вырывать приобретённые товары. Хорошо, хорошо. Данный гражданин вырывал из рук товар, который был просрочен, да? Я так понимаю. Нет, который я купил, здесь неважно, понимаете, просрочен он или не просрочен. Хорошо. Я его купил. Все, данный гражданин вырывал у меня из рук товар, который я купил, так я понимаю? Да. У меня есть сумма 35 рублей. Сейчас он, значит, не спешит. Деньги все хотят получать, а работать не хотят. Так, так, с Кавказом протоколы, дистрирующие за полигантские детства уже будут составить, это понятно. Остальное пускай участковый, это его работа. Его компетенция, хорошо? Ну и здесь покуда? Угу. Сейчас дожьёмся участкового. Сейчас посмотрим, что он там творит там. Здесь вина РГМ управляющей, которые так расслабили коллектив. Так расслабили коллектив. Который тоже на все забил. Откуда? Да. Ну, все из одного нет. Ну, с улицы зашли, не поверится. Вот шли по улице, в тикси зашли. Пирожок нашли, тортик нашли. Просрочку детскую нашли. Ну, здесь еще грабеж был совершен. Не будет. Заместителем управляющего, который представился администратором, и вот этим мысовым кассиром, который сейчас за... Грабеж всего предоставил. Ну, вот я совершил покупку продуктов питания. Была совершена покупка продуктов питания. Все это было куплено, есть чек обратно. И они на выходе из магазина вырывали у меня вот эту корзинку и вырвали ее вместе с товаром. Документ ваш, кто будет писать заявление устно? Ну, устно, кто у нас пишет? Ну, я пишу, а я же должен знать, кто. Маркин Александр Александрович. Чем вы подтвердите? Ничем не подтверждю, поверите вы, короче. Как это делать? Вы можете мне документ проделить? Мы вас можем тогда сейчас в отдел поставить для установления лично. Серьезно? Ну, попробуйте. А я посмотрю, повеселюсь. Как заявители доставляются без оснований, требуя документов. А может, вы не Маркин? А вот когда выяснится, что я не Маркин, вот тогда будет называться «Ищи свящи меня, товарищ участковый, это твоя работа». Ничего слышно, он здесь я не вижу. Я тоже не вижу, плакать хочется, когда вижу таких сотрудников полиции, которые не знают оснований для проверки документов у граждан. Это не так много. Ну, а скажите, если вы знаете, я тут знаю основания для проверки. Если человек впадает под ориентировку, если подозревается в совершении преступления, если совершают административное правонарушение, например, если бы я пиво здесь открыл, расскажу вам. А если есть такой федеральный закон номер 3, статья 28, часть 3, пункт 2. Сортируйте. Что? Ну, посмотрите. Ну, если надо не доверять гражданам? Нет. Ну, тогда пишите, раз нет, если надо не доверять. Со слов. У нас никто не обязан с собой граждане носить паспорт. Куда? Говорят, не пробить. Не пробить, мне не сказали. Кто сказал? Не пробить, мама, да? Я не видела, чтобы чек. Сотрудники могут все, что угодно сказать. Нет, я могу предоставить. Это копий чека. Нет, предоставили информацию, что они не пробить. Я у нее сейчас требовал копий чека, потому что нет даты на чеке. А так это все оплачено. Чек предоставьте, пожалуйста. Касса 0012, точка 01, кассир Зум Хидир Беков. Вот он сам чек. И она утверждает, что это неоплаченные товары. Мы же не просто так заявление написали по открытому хищению, который совершил лысый кассир, который не пожелал представиться, и усатобородатый хам неславянской внешности, который представился администратором. Провели операцию, даже спецоперацию под названием «Конкретно обосрались». Вопросов большая масса к вам. Где другой ближайший магазин «Дикси» находится? Есть ли жизнь на Марсе? Когда улучшится система МВД? Когда прекратится пыточный режим в ОФСИН? И есть ли жизнь на Венере, на Юпитере, на Сатурне и на Луне? Мы вне политики. Луна – не политика. Марс. В какой-то мере политика? Тоже не политика, в какой-нибудь политика. Да. Да. Так что-то читает, мы спишем. Сейчас онлайн играет. Ай! Ай!